МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Газпродукция стала тонней. Эталонная вытворчасть. Мобильная группа Гарвы Конкама по выниках проверки предприемства Гомельшкло вынесла надзвычай редкий вердикт. Великая Полесская святыня. У Мазары пройшел хрестный ход с иконой Божьей Мати Юровицкая Милосерная. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня Рогачевский районный отдел Следующего комитета отрымал уластный будинок. На протягу шести годов он делил кабинеты с райотделом милиции, что было не вельми зручно. Новый будинок правоохонникам бесплатно передал один из банков. На урашистостях побывал Олег Сенсюров. Кажуть, что дождь – это на счастье. Коли предметы сопроводы верные, то с управленником Рогачевского районного отдела Следующего комитета пошанцевало, бо дождь распочался подчас открытия их нового будинка. До этого, маль шесть годов, следшие працевали у помешкания местового райотдела милиции. И хоть там для них отвели особный поверх, это все ровно не зусим зручно. Подчас открытия старшиня Следующего комитета Республики Беларусь Иван Носкевич, Огучево и Лизбу, Рогачевский районный отдел стал 23-м структурным подразделением ведомства, какое переехало в областное помешкание. Нахождение все-таки в собственных стенах сказывается только в лучшую сторону на качестве работы и на моральном климате в коллективе. То есть, когда ты сам хозяин в своем доме, в любом случае это идет только на пользу. Поэтому мной была разработана конкретная программа, в соответствии с которой мы планомерно, постепенно перебираемся в свои стены. По традиции, першим у будинок пустили кота. Супрацовники Следующего комитета зашли за им. Правда, некоторые из их тут уже были. Непосредственно на этих працовных местах до работы еще не приступали, али умовы, у яких придется заниматься вакананием профессийных обвязков, оценили. Будинок хоть и невеликий, али утульный и со зручным размещением службовых помешканев, при том, что непосредственно с бюджету на это затрачены. Зусим невеликие сродки. Будинок для Рогачевского районного отдела Следующего комитета передало керавницам одного из банков. У инших местах ведомства, выкористовывая для размещения своих подразделений, будинки, якие належали Министерству обороны, податковой инспекции, иншим службам. Это дозволяя по максимуму экономить бюджетные сродки и обаходиться, звичайно, косметичным ремонтом. Супрацовники Рогачевского районного отдела Следующего комитета займаются практически усими криминальными справами, якие региструются в регионе, починаючи от крадежевого посуду, хатих живел и сотовых телефонов, до распосуджения наркотиков и забойств. Техничное оснащение при этом мое далеко неопошное значение. Зараз в Следующем комитете взяли на керунок на практически полную отмолу от выкористания папировых носьбитов и переоход на информационные технологии. Об такой необходности кажут у многих ведомств, а Следующий комитет явно имкнется стать первшим. Сейчас я не готов сказать точную дату, но мы предпринимаем, и мы, и центральный аппарат Следственного комитета, мы предпринимаем к этому все необходимые усилия, мы комплектуемся материально-техническими средствами соответствующими. Думаю, что в ближайшее время мы эту работу сможем завершить. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадиокомпания «Гомель» Зрогачева. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Витольдович Шулейко завтра проведе прием громадян у Калинковичах. Он отбудется с 10 до 13 годин у районным выканавчим комитете. Записаться на прием можно по номерах телефона сектора работы со зворотами громадян, яке вы зараз бачите на своих экранах. 27 вересня у Гомельским гарвыконками пройдет шарговый аукцион. На торги выставить 8 земельных участков для продажи у приватную уластность. 7 из них находятся на другом луговом завулку и один на улице Полевой. Подробязную информацию об умовах проведения аукционов можно отримать у землепаратковальной службы Гомельского гарвыконками. Нумер телефона – 310948. Альбо потелефоновать у Гомель ГДС-центр по номеру 419786. У Жнивни у Беларуси зафиксовали дефляцию. Так харчовые товары у минулых месяцев потанели амаль на 2%. Найбольше за уважно упали цены по ададзенных Белстата на свежие томаты, белокачанную капусту и бульбу – больше их на 40%. Прыкметно таней так само стали морква, солодкий перец, бананы и рыбчатая цыбуля. При этом выросли цены на каву и соки. Самый шаг запасаться садовиной агароднины на зиму. У пятницу у Гомеля и некоторых райцентрах заявятся пляцуки по продаже сельско-господаршей продукции. По выходных будут проходить традиционные буйные кермаши. У совести со святкованием Дня города у Гомеля яны разгорнутся только на наступных выходных. Плануется, что селеты кермаши будут проводиться до конца листопада. Удел у них примут сельско-господаршие организации, фермерские господарки, предприемства, господарской кооперации и перапрацовшей галины, а так само иншая гандлёвая организации. Усяго за два с половой месяцы у регионе будзе проведена каля 1300 мероприемствов по продаже сельско-господаршей продукции из выж 300 буйных кермашов выходного дня. А кроме того, в области будзе працаваць 23 постоянно дзеючая пляцовки, дзе у любый день можно будзе набыть садовину и агароднину. Не глядзич на тое, что цены на плодогародненую продукцию, якая продается на кермашах, не регулируется, и они будут невысокими. В любом случае это будет значительно, я думаю, что ниже, чем даже в отдельных объектах торговли, поскольку это уже сам производитель, минимальные условия, которые необходимы для осуществления реализации, то есть это нет необходимости возить по каким-то там центрам, дополнительно под сортировку, осуществлять переброску, плюс затраты какие-то на подготовке именно в розничных объектах, поэтому это максимально дешевая цена, поскольку затаренная продукция будет в ту тару, которая у нас такая транспортная считается. А кроме того, для зручности покупников будет житявляться доставка сельгазпродукции. Продприемство «Гомельшкло» может лечиться прикладом по целым широку позиций от створения безопасных умов працы до взровня зарплаты. Такие выводы сделаны по выниках мониторингу, проведенного мобильной группой «Гомельская гарвы Канкама». Ориентиры, на которые можно равняться іншим, в нашем наступном материале. Первая змена в открытом акционерном товаристве «Гомельшкло» начинается у 8 годин ранее. Мобильная группа проезжает прикладно за 15 минут до этого часа и никого на проходной уже не сустракает. Керовник группы Александр Ключинский каже, что это другое после «Гомельбуд» материала у проверанной предприемства областного центра, где все работники проходят на працу заходя. Измену начинают с 8 часов. На остальных некто обовязково споздняется. За 15 минут до начала работ мы были на производстве, все люди уже были на производстве. Это говорит о том, чтобы какое расстояние не было до рабочего места, они вовремя пришли и приступили к работе. Это не может не радовать. Причин для наведывания открытых акционерного товариства «Гомельшкло» у мобильной группы некольки. И первая не вельми приемная. Два годы тому тут отбился несчастный выпадок. Необходно проверять, как обстоят справы, заховы працы зараз. Другая причина больше оптимистичная. Середняя зарплата на предприемстве достигнула 1 тысячи рублей. Ситуация тем больше приемная, что еще два годы тому «Гомельшкло» до лидеров не относилось ни по каких позициях. Навед продукцию продавали со стратами. До 40% ниже за собекошт. Сегодня рентабельность плюс 30. Каб досягнуть таких поспехов, пришлось опрынять шерах кардинальных мер. От снижения собекошту продукции и змены поставщику сыровины до оптимизации товаропроводной сетки. Плюс полная модернизация вытворчасти. У 2015 запустили линию по вытворчасти ламинированного шкла. Летость шкла с энергозберагающим покрыцем. При этом 90% продукции у минулого года поставили на экспорт. Сюллита Лежба Криху меньше, а для нагета есть объективные причины. По 8 месяцам 80% производства продаем на экспорт. Увеличилась реализация на внутренний рынок. Мы в этом году продаем на внутренний рынок на 60% больше, чем продавали в прошлом году. Но внутренний рынок – это политический вопрос. Мы тут как бы… Это наш рынок, это наша страна, поэтому мы держим и всю потребность. Как только увеличивается потребность, мы заполняем эту потребность. Показатели все, доведенные свыше, взятые заводом, мы выполнили, обеспечили уже сегодня уровень заработной платы на заводе 500 долларов уже сегодня. Незапланованные встречи с работниками предприемства под час работы мобильной группы – обычная практика. Коли побольше не макерауниства, працовники часто становятся больше открытыми. На этот раз ни одной скарги почуть не отрималося. Задовольняю все – и умовы працы, и наявность места для отпочинку и приема ежи. Здесь созданы благоприятные условия, как мы убедились с вами, связанные с безопасностью охраны труда, условия бытовые. К сожалению, такого еще не на всех предприятиях. Олесян Чурова, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Тель-Райдо, компания «Гомель». Работники лесной господарки в области собралися у «Гомеле». Подставой для сустреча стала приемная падея – профессийные свята и узнагороджение лепших. Сегодня лесная господарка у лику Галин, якие развиваются найбольше динамично и стабильно. В этом году тут выконываются усе без выключения прогнозной показчики. У «Гомельской» в области денежное самое великое лесогасподаршее объединение – 179 лесниц, загульной колькостью працующих около 7 тысяч человек. Сирот приоритетных накерунков – охова и одновление насаджений, а так само модернизация вытворчасти. Зараз лесогасы региона поставляют продукцию не только на внутренний рынок, але и у 14 краин света. Отриманные прибытки дозволяют набывать новое обсталявание и повышать зарплаты работникам. У особных лесогасах зарубки специалистов, занятых непосредственно на вытворчасти, уже зараз досягают тысячи рублей за месяц. За добросумленную працу, высокий профессионализм широк работников отрымали подяки президента Беларуси и Совета Министров, а так само узнагороджены гоноровыми грамотами Галинового Министерства, Абкама профсоюзов и Международной Федерации профсоюзов работников лесных галин Содружности Незалежных Заржау. Я хотел бы отметить, что труд работников лесного хозяйства очень ответственный, почетный, но все-таки и очень тяжелый. Это со стороны кажется, что это все так легко, все само собой растет, ничего не нужно делать. Это надо любить эту профессию, это призвание. У нас в области сейчас на сегодняшний день работает более 7 тысяч работающих, и текучность кадров, очень малая текучность кадров. Беларусская Республиканская Пионерская Организация сегодня означает 27-ю годовину с дня самых значений. С этой нагоды у Гомельской области пройдут святочные мероприемства. Пионеры проведут урочистые линейки уроки грамадянско-патриотичного выхования, а завтра дадут старт акции под назвой 875 добрых справ, примиркованной так само до Дня города. На протягу усягу навучального года пионерские дружины будут оказывать шефскую допомогу тем, кто больше за все мое у ее потребу. Ветеранам Великой Чайной войны, одиноким пожилым людям, инвалидам. За каждой пионерской дружиной закреплены сегодня свои ветераны, которым они не только каким-то памятным датам, они регулярно туда ходят, общаются с ветеранами, помогают им. Самое главное для пионера в этом деле это, конечно же, видеть счастливые глаза людей, которым они помогают, либо видеть тот результат работы, который они делают. У Гомельской области пионерская организация объединяет больше, как 100 тысяч ребят. Это около 70% от агульной колькости школьников. Виртуальная реальность. Технология, которая дает мощность, здесь не самое неверогодное подороже. У наведывальника у галереи Гаури Лавашенко заявилась мощность у промым сенсии, а пынуться у картине. У основе экспозиции стеры алайт-панели, а так само личбовые картины. Их створали российские мастеры этого уникального мастерства. Глядачы могут по-иншему убачить работы вядомых во усім свете живописцев. А так само познайомиться с концептуально новыми виртуальными палотнами, які насыщенны стеры и видеэффектами, динамичными просторами и недзвечальными истотами. Для огляду выставы гостям выдаются специальные визоры, дякуючи яким кожная картина отрымливая свой протяг у часа и просторы. Проект накерованы на то, якаб познайомить глядача з инновацийными личбовыми технологиями, які використовуються у сучасным остатстве. Дарэчы Гомель став першым городом у Беларусі, дзе прадставлена гэтая выстава. У Мазары отбывся хрестный ход судотворной иконой Божай Мати Юравицкая Милосердная. Ему попередничала святочная богослуження. Храм не змог зместить усіх жадаючых, мнозство верников чакалі святыню на вулице. Подробязнасті у сюжеті корреспондентов телеканала Мазыр. Проводить православную святыню у родной аместіны Юравицкий монастыр пришли сотні верников. Хрестный ход падея чаканая, штуход я назбираю разом прихожан Туровской епархії і паломників з розних родов. Напереді колонны кадеты, за імі священники на шале з уладыком Леонідом, епископом Туровским і Мазырским. Рух транспорту припынені, вулицю наполняє перезвон. Для шестя викорастовується адзін з трох спискаў іконы Божія Маті Юравицкой Милосердной. Оригінал ў 19-м стаходзі був вывізіны ў Кракал, дзе знаходзіцца па гэты шас. Але гэты спис шануюцца верніками не менш. В 2006-м годзі цудотворный абраз був выпадково знайдзіны ў Юравицким храме. С тых часів, што год пасля знаходження ў свято-міхайловскім кафедральнім саборы абраз отправляюцца ў Юравицкий монастыр. Юравицкий святороства Бахарудзічний мужскі монастыр – помнік архітектуры позднях абарока. Адзіны ў Гомельскай в області. Йон був пабудаваны ў пачатку 18-х стаходзі, як реліквары для цудадзійной іконы Божай Маці Юравицкая Милосерная. Лідія Потар, Юрий Гарабец, телеканал Мазыр, спеціальна для телерады о кампані Гомель. Гэты і інші новіны ви можете знасті на нашым сайті ў інтернеті па адресі www.tvrgomel.by Далі ў ефірі спортивны агляд з новіными спорту вас познайоміць Сергій Нігеревич.